Медики Кабанской ЦРБ обратились к Владимиру Путину. Всему виной отсутствие соцвыплат. Персонал скорой помощи считает несправедливым. Почему специалистам первичного звена полагаются выплаты до 30 и 50 тысяч рублей, а их остались без изменений, что будет в 4 раза меньше. Также оказываем медицинскую помощь при терактах, ЧС, на живых и административных ранениях, рискуя собственной жизнью, спасая жизни пациента. Мы работаем в населенных пунктах, где население менее 50 тысяч. В отделении скорой помощи 7 бригад. Это 30 фельдшеров, 29 водителей и 4 медсестры. Сейчас выплаты фельдшерам доходят до 7 тысяч рублей. У медсестер и вовсе 4,5. Также в своем обращении медики просят обратить внимание на водителей, которые не получают никаких выплат. Скандал вокруг граффити. Жители Бурятии негодуют от огромного изображения в самом центре Улан-Удэ. Вместо половины лица у Будды череп. Красуется граффити перед входом в один из ночных клубов города. Верующие считают это неприемлемым и требуют от властей города закрасить рисунок, а художника привлечь к ответственности. Отметим, в России уже было немало случаев, когда владельцам заведений наказывали за осквернение религии. Исчезнет ли граффити, какие санкции применят к хозяину заведения, пока вопрос открыт. Улан-Удэнец устроил из своего гаража наркопритон. Осенью прошлого года владелец предоставлял помещение своим знакомым для изготовления запрещенных веществ. С ними же он и употреблял готовый наркотик. Правоохранители накрыли притон, оказалось, хозяин гаража уже ранее судим. Железнодорожный районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу. Сегодня житель Монголии попытался провести хребтовые кости, за что был задержан. Полтора килограмма останков животных возвратили на территорию соседнего государства. Нарушитель отделался административкой за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Япония ввела запрет на поставку в Россию 164 категорий товаров, в их числе автомобильные масла, аккумуляторы, стальные изделия, минеральные топлива, оптика, электроинструменты и так далее. Санкции вступят в силу 17 апреля. Сильно ощутят запрет владельцы Toyota, но специалисты успокаивают, рынок займут другие производители и пустоты не будет. Например, касаемо моторного масла, нишу займут качественные фирмы из Южной Кореи, Китая и не только.